Вот, отлично, запись у нас включилась, и мы можем говорить об интересующих нас вопросах. Итак, мы говорим с вами о видеомонтаже. Видеомонтаж, с одной стороны, штука довольно понятная по своему замыслу. Ну, что там такого-то, берешь видеоролики, видеоклипчики отдельные, берешь звуки, музыку, все это складываешь вместе в одну кучку, как-то так бойко перемешиваешь, и, в общем, на выходе получается кино, делов-то всего, правда, с одной стороны. С другой стороны, я вот не случайно перед началом поспрашивал присутствующих о том, что вам интересно, какие есть идеи, какие есть желания на этот счет. И, между прочим, вот вы, кто читал вот этот вот наш чат, должны были заметить, что не так, то есть не так вот нас с вами, я уже могу это говорить, да, потому что многие ответили на этот вопрос, интересуют технологии вот, собственно, там вот прям вот склеивания, да, вот кусочков, сколько некоторый смысл происходящего. А это немножко другая история, то есть если мы можем сказать, да, что программа видеомонтажа Premiere – это инструмент, с помощью которого действительно все это вот нарезается, склеивается, собирается и так далее, то есть нечто выходящее за границы этой программы, да, выходящее за просто механику, что ли, видеомонтажа, а именно такая вот смысловая составляющая. То есть я еще раз скажу то же самое проще. Я думаю, мы с вами все практически не сомневаемся, а если сомневаемся, то самое время задуматься о том, что видеомонтаж – это не только механическая работа, а это еще, безусловно, и сложный творческий процесс, базирующийся на некоторых принципах. И вот, собственно, мое такое, ну как я надеялся, когда придумывал интригующее название, оно именно про это, да, про то, что существуют разные аспекты, да, разные стороны этого самого хорошего, качественного, интересного видеомонтажа. Ну, два слова обо мне. Это я, вот, Красновский Дмитрий Валерьевич. Преподаю в специалисте много-много разных курсов, касающихся в том числе и видео, и режиссуры, и создания фильмов. Ну, вообще, это вот та тема, которая мне близка в числе дизайнерских тем, и которую я всячески стараюсь творчески развивать и у себя на сайте, и на YouTube-канале, и везде что-то пытаюсь такое интересное делать. Ну, то есть, в данном случае это я не в том смысле, что я хвастаюсь, а в том смысле, что все, что я вот могу вам сказать, это базируется на некотором собственном опыте, на некотором понимании того, насколько это все действительно важно для успешной работы, для успешного процесса создания любого видеоролика. Так вот, ну, собственно, тут надо, естественно, пару слов сказать о центре. Это действительно специалист, он большой, он уже много, как вы видите, лет на рынке, отличные показатели, рекомендации, это все правда. И вот, собственно, те вопросы, о которых мы сейчас с вами поговорим. На всякий случай хочу заметить, что если у вас будут вопросы какие-то дополнительные, вы можете их задавать, разумеется. Если вы захотите показать какие-то ролики или обсудить что-то, то, в принципе, мне можно присылать ссылочки, я их посмотрю. Единственное, что, наверное, разумно это делать, отправлять на почту. Если, короче, кто-то соберется мне что-то отправлять, показывать, пожалуйста, просигнайте, я вам дам свой e-mail, ну, собственно, в окошечко чата напишу, и мне туда можно будет писать. Со мной можно будет связаться, да, и все это обсудить. Если же есть просто какие-то вопросы, то их, в принципе, можно сразу, заранее. Нет, там уже не та же самая картинка. Наталья, там уже следующие картинки висят. Скажите, пожалуйста, а вам видно, как у меня листаются картинки? Или у вас все та же самая начальная, первая, стартовая? Вот Наталья не видно, а Юлия видно. Видно, говорят, вот Юлия все еще та же. Наталья, попробуйте обновить, может быть, у вас что-то там с главные вопросы, слайд. Да, главные вопросы, слайд. Лидия, спасибо большое. Елена, спасибо. Мария, спасибо. Там, да, видите, движение некоторое есть. Наталья, это может быть что-то связано с тем, что, может быть, не очень хороший канал связи. Вот, потому что я сейчас, вы там проверьте, потому что я сейчас еще и видео буду показывать, и буду надеяться, что будет все видно. Ну вот, так вот, мы говорим о том, да, что, то есть я хотел, да, закончить мысль, что если у вас будут какие-то вопросы, их прямо сейчас можно, в принципе, написать, а потом, когда уже до этого дело дойдет, прямо в чатах сбросить, чтобы не в последний момент судорожью строчить, да, чтобы у вас были уже какие-то вопросы. А может быть, я, правда, на них и отвечу. Итак, так что же действительно должен знать видеомонтажер, помимо, собственно, программы? То есть то, что он должен знать программу, для нас, я думаю, это несомненно. Хотя здесь вопрос тоже сразу такой неоднозначный, потому что программа очень большая, если мы говорим про Adobe Premiere. Программа, имеющая много разных сторон, как профессиональных, так и любительских, и вопросы, связанные с разными аспектами, так сказать, создания фильмов. Я даже могу сразу ответить вот еще на какой вопрос, который иногда возникает, но который здесь у меня, так сказать, не запланирован, но лишним он точно, то есть ответ лишним совершенно не будет. Многие спрашивают, чем отличается программа After Effects от программы Adobe Premiere, да, и в чем лучше монтировать, или кто-то говорит, я монтирую в After Effects, нужно ли мне еще знать программу Premiere? Мой ответ такой, что программы Premiere и After Effects это обе программы производства компании Adobe, как мы, наверное, с вами знаем, правда? Эти обе программы предназначены для работы с видео, но программа Premiere это программа, которая задумывалась как именно программа видеомонтажа, то есть сборки, из отдельных кусочков готового фильма, и, естественно, наложение каких-то там эффектиков, обработки какой-то художественной и так далее, до некоторой степени. То есть, грубо говоря, это программа прежде всего монтажная, и немножко программа эффектов. Программа After Effects задумывалась как программа, ну, собственно, даже исходя из названия, программа для того, чтобы уже готовый какой-то материал, готовые какие-то фильмы обрабатывать, то есть создавать какие-нибудь эффекты, там, изменять погоду, например, да, накладывать какие-то сложные визуальные эффекты, цветокоррекции. Да, Юля, я вижу вопрос, смотрел, сейчас объясню, покажу даже, у меня как раз есть такой вот ролик. Хороший вопрос, спасибо, сейчас отвечу. Вот, так вот, программа After Effects предназначена в основном для эффектов и немножко для монтажа. То есть, если говорить, опять же, коротко, могу повторить. Если вы хотите монтировать ролики с нуля самостоятельно, то надо заниматься программой премьер, безусловно. Если вам интереснее создавать всякие именно штучки, всякие красивые, там, пролетики, там, в рекламе собираете использовать какие-то интересные оригинальные приемчики, то, может быть, вам интереснее и нужнее будет программа After Effects. Монтировать в After Effects можно, но довольно коряво, довольно неуклюже. Те, кто гордится тем, что он работает, умеет монтировать программы After Effects, он, конечно, молодец, но он просто не знает возможности премьера, на самом деле, поверьте. Когда я людям, вроде бы думающим, что они хорошо монтируют в After Effects, показывал то, что можно делать в премьере, они очень сильно меняли свое мнение относительно программы. Так что премьера – это сила, это круть. Я на разных курсах про него рассказываю, так сказать, с разных сторон. У меня есть курс, просто чтобы вы понимали, насколько это классная программа, у меня есть курс для веб-дизайнеров, то есть совсем далекая такая специальность. Но веб-дизайнерам нужно создавать портфолио, им нужно показывать на экране, да, в видео, какие классные штуки они хотят делать, как там на сайтах, чтобы что-нибудь вылетало, вылетало, раскрывали всякие часики, знаете, вот эти вот красивые менюшки, там, слистываются пальцами, в том числе и интерфейс мобильного телефона. И вот я им на протяжении полугода, то есть целого семестра, это молодые ребята, я им рассказываю про то, как это все в премьере делать. И они просто балдеют, потому что это реально просто мощь и круть. Вот, в общем, это к тому, что хорошая вещь программа, и ей надо, конечно, пользоваться. Но вот действительно возник вопрос у Юлии, что такое рваный монтаж. Смотрел несколько обзоров по монтажу для чайников, там рекомендовали избегать этого, но термины не объясняли. Может, еще какие-то базовые термины видеомонтажа, которые стоит знать. Юль, ну, понимаете, вопрос о терминах, он вообще, в принципе, довольно сложный. Я думаю, что сейчас я вам кое-что расскажу, и он отчасти решится. Я знаю очень хорошо эту историю, когда в обзорах, тем более для чайников, я считаю, что это не очень прилично, люди рассказывают вещи, действительно не поясняя терминологию. Это, на мой взгляд, действительно нехорошо. Это не очень справедливо. Но вы знаете, простите, может быть, за такие слова, это звучит совсем как-то, наверное, неприлично, но большинство преподавателей и тех, кто пишет эти обзоры, это люди, которые сами не очень хорошо знают, так сказать, вот подоплеку всего происходящего. Я знаю ряд курсов, которые ведут очень хорошие ребята, ну, инженеры, условно говоря, да, которые вот прям каждую кнопку в программе могут разобрать, объяснить, зачем она нужна. Но они этим не пользуются, как, ну, как творцы, скажем так, как авторы, понимаете. И в этом смысле вот это объясняет то, что они какие-то слова, может быть, где-то и слышали от других людей, но сами не очень знают, как и что этим делать. Я в этом смысле от них отличаюсь, за что я, собственно, попросил прощения. Я от них отличаюсь, потому что я учился в Авгике на режиссуре, и я, собственно, уже лет 30, как этим всем занимаюсь практически, то есть я сам монтирую, я сам делаю, я сам кино, какие-то свои проекты снимаю. Вот, и поэтому все, что вот о чем я говорю, все о чем я рассказываю, я имею в виду сейчас вообще на всех своих, вот так сказать, занятиях, это выстраданное. Это выстраданное, и в том числе вот как бы понятые на своих собственных ошибках. Это, Юль, похоже на правду. Это правда, потому что я их много действительно реально знаю, этих ребят, и когда я смотрю вот эти ролики на Ютубе, там какие-то, да, там, чувак, сейчас я тебе за 5 минут расскажу все ключевые принципы. Это глупости, это пиар, это, в общем, ну, в общем, ладно, все, не будем об этом. Это потому что иначе было, получается, мой пиар. Да, бог с ним, я бы хотел действительно вам кое-что полезное сказать по поводу премьера. Давайте посмотрим на ролик, и лучше, может быть, будет понятно, что такое рваный монтаж. Ролик, на самом деле, крутецкий. Вот у меня здесь есть такой вот экранчик, сейчас мы вам его покажем. Я не буду целиком его показывать, я вам только смысл некоторый покажу. Ну, ну, то есть, а с ну... Классно сделано, правда? Ну и так далее. Я позволю себе на этом остановиться. Согласитесь, здорово, правда? Вот есть в этом такой вот нерв, есть настроение и очень здорово и выразительно. Я, понимаете ли, Юля, отвечаю вам на вопрос насчет рваного монтажа, я не могу сказать, что имели в виду обзорщики под рваным монтажом, но часто под ним подразумевается вот такая вот примерно то, что я вам сейчас показал вещь. То есть когда, вы знаете, Алексей, в данном случае здесь вот эти вот цифровые помехи, это может быть связано еще с трансляцией. Само-то видео, оно очень исходник, качественный на самом деле. Вот. И поэтому все вот эти вот резкости, да, они могут получиться просто из-за передачи некорректной, не совсем корректной того, что получилось. Вот. Что же касается рваности, то речь идет о том, что куски, которые мы соединяем, обычно это я имею в виду, куски, которые мы соединяем, они располагаются неритмично. Безусловно, существует определенное понятие ритм монтажа. Это вне всякого сомнения. Ритм монтажа – это так же, как ритм дыхания. Есть вот некий порядок чередования, характер чередования кусочков, из которых мы все собираем. И забегая вперед, я могу сказать, что это придумали не сейчас. Это существовало всегда. Это еще Эйзенштейн. Мы же с вами знаем, кто такой Эйзенштейн, правда? Он в свое время, разрабатывая теорию монтажа, он разбил все принципы, все подходы к монтажу на несколько принципов, на несколько концепций. И одна из них, она прямо так и называлась – ритмический монтаж. Ритмический монтаж – это такой подход, когда длина монтируемых кусков соответствует некоторому эмоциональному состоянию и некой идее. Ну, например, мы делаем так. В начале какого-то куска монтажной фразы, есть такое понятие, называется монтажная фраза. Кстати, о терминах. В начале монтажной фразы мы делаем длинные кусочки, потом они у нас все укорачиваются, укорачиваются, укорачиваются. В момент наивысшего эмоционального напряжения, где, допустим, какой-то острый диалог происходит, мы эти кусочки начинаем опять удлинять, и к концу, когда напряжение спадает, мы делаем опять более длинные куски. Вот это вот ритм монтажа. И поэтому сказать, что мы сделали неровные кусочки, нас, конечно, обвинить можно, но это будет иметь определенный смысл. Вот в чем дело. Поэтому вот эта вот идея про то, что не надо делать рваный монтаж, это, в общем, на самом деле, я сейчас отвечаю вам, понимая, что человек, который это сказал, он, в общем, наверное, вряд ли действительно понимал, что имеется в виду. Он имел в виду, наверное, что не надо разрушать какой-то устойчивый ритм. И это, в общем, само по себе тезис такой, ну, как бы банальный, но он расхожий. Вы знаете, чтобы прояснить свою позицию на этот счет, я могу вам сказать следующее, что вот я часто на курсах по фотографии, а я веду и такие курсы тоже, я говорю такую фразу одного известного фотографа Энселя Адданса. Он говорил, что нет правил для создания хороших фотографий. Есть просто хорошие фотографии. Понимаете, поэтому можно нарушать все, можно делать все, что угодно, но очень важно понимать, почему вы это делаете, что вы хотите этим достичь. Можно делать очень рваный монтаж, но если мы хотим показать, если наша задача показать, что, например, человек, про которого мы ведем рассказ, которого мы снимаем, которого мы показываем, что он одержим какой-то маниакальной страстью и он пытается избавиться, я не знаю, от алкоголизма, ну, условно говоря, да, у него то галлюцинации, то он в бред впадает, то он пытается выбраться, то он сопротивляется, то он скорой помощи. И у него целые дни так проходят. Как нам не использовать рваный монтаж? Дерганный, рваный, нервный. И когда зритель будет смотреть на него, может быть, на этого зрителя, такой монтаж будет производить очень тягостное впечатление, такое нервное, напряженное, но действительно то плавно, то резко, то встали бы, то побежали, то быстро, то медленно, то черное, то белое. И это будет изматывать. Но если наша задача выразить ощущение вот этого изматывания, то лучшего просто и не придумаешь. Понимаете? Поэтому, в общем, продолжаю отвечать на ваш вопрос. В общем, рваный монтаж – это нарушение ритма, но сказать, что так делать нельзя, я бы, так сказать, не взялся. Это было бы совершенно некорректно и неправильно. Вот, собственно, на что я обращаю ваше внимание и что, мне кажется, действительно в этом существенно. То есть, таким образом, возвращаясь к своей истории, да, вот к тому, что я вам хотел рассказать, что видеомонтажер о монтаже, кроме программы, обязательно должен знать вот эти самые принципы, вот эти самые идеи монтажа. То есть, те фундаментальные законы, по которым монтаж осуществляется. Чтобы еще лучше, так сказать, понять и привести еще примеры, я вам могу рассказать вот что. Что в монтаже существует, по-моему, ритма, такое понятие, как концепция монтажа. Да, концепция монтажа – это, собственно, то, что мы хотим передать. Это тоже все базируется на некоторых представлениях, которых были у Эйзенштейна, которые развивали ученики, главное, которые по сей день отлично совершенно развиваются. Имеется в виду вот что. Смотрите, мы можем монтировать фильм, который описывает какое-то событие. Вот, Петя встал, пошел, пришел, там, лег спать, допустим, да. Это одна история. У нас может быть концепция параллельного монтажа. Есть такая история, называется параллельный монтаж. Это когда мы монтируем сразу два события. Когда есть одно событие, например, Петя встает, просыпается, идет, а в это время, да, на другом конце города, там, проснулась какая-то девочка, да, с которой они там, допустим, через какое-то время пересекутся. И мы показываем, да, как вот вроде бы случайности, судьбы ведут их навстречу друг другу, и мы с замиранием сердца ждем моменты, когда вдруг сейчас произойдет какое-то случайное столкновение, и они увидятся. Мы же так можем делать параллельно двум событиям. Можем, конечно, правда. Мы можем создавать монтаж вообще не параллельно событиям, а параллельно ощущениям. Смотрите, живет мальчик, ну хорошо, не Петя, а Коля. Живет мальчик Коля, ну чтобы разные все-таки были, это у меня люди, а то у меня все фильмы получатся про одного Петя. Живет мальчик Коля, и он живет очень спокойной и размеренной жизнью. И его спокойная и размеренная жизнь начинает подсознать, тайно меняться, ему хочется разрушить эту жизнь. Ничего не происходит. Коля также лениво валяется на диване, но представьте себе, что мы монтируем это сначала длинными-длинными кусками, да, такими, а потом наши куски начинают укорачиваться, мы начинаем подкладывать какой-то другой звук. Представляете, мы вначале у него играла спокойная музыка, а в конце, ближе к концу, да, начинает вдруг, откуда ни возьмите, прорываться какие-то тревожные звуки, шумы, там, скрежет, хрипы. Между прочим, да, если вам кажется, что есть что-то режиссерское, вы подумайте, кто это все делает. Это сидит монтажер, да, и сначала он подбирает один кусочек, потом второй кусочек, потом он думает, так, вот здесь уже по ритму нужно добавить какой-нибудь более напряженный звук. И он из библиотеки звуков выдергивает его, да, вставляет, и он чувствует, что здесь вот по ритму нужен еще следующий кусок, а здесь он делает еще какой-нибудь захлест. Захлест – это когда звук, например, опережает видео. Ну, то есть мы смотрим, как говорят, два человека, да, и вдруг вместо голоса одного из людей мы слышим, там, море начинает шуметь, да, и там море шумит, мы не совсем понимаем, что происходит, а через там несколько секунд нам показывают море, допустим, да, морской берег, и там уже сидит какой-то другой человек. То есть такие вот есть переходы, но они называются «Захлест». Режиссера в монтаже, наверное, нет, Юля, режиссера в монтаже как раз очень есть. Это такая специальная, специальность профессии, извините за такую тавтологию. Режиссер монтажа – это специальный человек, и если вы посмотрите титры вот хороших голливудских серьезных фильмов, ну, они на самом деле у нас существуют, там прямо написано «Режиссер монтажа», да, это отдельная совершенно специальность. Это специальность человека, который не просто стыкивает, да, вот эти вот отдельные кусочки друг к другу, а который понимает, зачем он это делает. Вот я к чему это все и подвожу, понимаете? То есть для того, чтобы хорошо смонтировать кино, реально нужно просто понимать, да, по каким принципам это все собирается. И кроме этого я хочу обратить внимание еще вот на какую вещь. Вот я не знаю, заметили вы или нет, вот сейчас в этом маленьком кусочке, который я вам показывал, но там ведь присутствует одна очень важная вещь. Это же не просто сборка отдельных маленьких кадров, а там, я могу даже еще раз показать, если это не очень хорошо было заметно, а там видно, что многие куски сначала снимались, уже предполагая какой-то определенный монтаж, да, то есть человек перед тем, как монтировать, то есть как вообще, да, Алексей, сейчас покажу еще разочек, ага. Человек вообще монтажер перед тем, как, то есть не монтажер, да, а киношники перед тем, как собирать фильм, они что делают-то? Они сначала пишут сначала сценарий, потом по этому сценарию они делают раскадровку, то есть последовательность, да, вот этих вот кадров, которые у нас будут и которые выражают вот некоторый замысел. Потом только после этого начинается снимать кино, и потом после того, как уже снято, все монтируется уже на основании вот этого представления, да, которое у нас есть. И это все закладывается заранее. Это я к чему вам рассказываю, что если вы захотите стать людьми, так сказать, грамотными и профессиональными в этом смысле, вам нужно понимать, как делается кино в самом широком смысле. И с точки зрения, на самом деле, звука, да, и как он работает, потому что звуковой контрапункт, вот еще одно, кстати, слово, которое я могу рекомендовать запомнить, да, контрапункт – это не взаимодействие, это как бы противофаза. Ну, например, представьте себе такой мощный прием, крутецкий. У нас, например, там сидят люди, пируют, да, пир, много еды, куча еды, а в это время мы в качестве звука, да, фонограммы подкладываем звук, ну, например, там из-за голодных детей, да, просят там кусочек хлебушка, например, и да, и это как бы две параллельные такие. Или, например, там происходит какое-то веселье, а мы под это дело подсовываем, подкладываем трагическую какую-нибудь музыку, да, и это очень мощно получается, по нервам бьет, да, потому что вот эти вот два наших канала восприятия, они начинают работать, дополняют друг друга. Типичная такая ошибка… Чего-чего? Кто? Что там говорит? Типичная ошибка начинающих молодых и неопытных монтажеров, да, заключается в том, что они, например, хотят смонтировать там веселое кино, ну, там, про, не знаю, детский сад, там, ну, в общем, масса таких, да, роликов бывает, и они под это дело подкладывают такую максимально веселую, бодрую музыку, да, чего с ума сойдешь, на самом деле, если честно. То есть это получается такое масло-масляное, да, а в этом смысле, если подложить, например, какую-нибудь сложную мелодию, да, неоднозначную, это восприниматься будет совсем по-другому, понимаете? То есть есть много вот таких вот, неочевидных вещей. Давайте я вам еще разочек покажу, раз возник, так сказать, такой вопрос. Вот я позволю себе остановиться и еще раз спросить. Понятно ведь, что это не просто, да, чья-то нарезка, да, снятая заранее, а здесь же авторское, да, такое кино, и поэтому здесь вот эти вот движения камеры в момент съемки, они уже были запланированы под то, чтобы делать монтаж, и за счет этого он получился, на самом деле, очень, на самом деле, классный. Обратите внимание, чтобы не было недоразумений, вот это вот его сайт, это его инициалы, в принципе, на YouTube можно найти ролики, но это, на мой взгляд, самый классный ролик его, JT-Sing его зовут, и он делает там много очень классных всяких штучек. Понимаете, то есть вот он специально, да, снимая вот эти все свои фрагментики, он двигал камеры, вот эту там качал по вертикали, по горизонтали, для того, чтобы потом сложилось все вот в эту одну цельную такую вот картинку. Вот, и я сейчас, Алексей, еще раз обратил внимание, специально посмотрел. Нет, тут пока что все нормально. Да, видео сопровождается музыкой, здесь музыка есть, причем она такая, тут не просто музыка, а здесь фонограмма есть такая вот со всякими гульками, с шумами, то есть тут очень-очень такая кропотливая, очень аккуратная работа, сложная по характеру. Вот, так что, а что, не было слышно музыки, которая там была под этим видео? А, не было слышно. Все понял, но это значит, это какие-то странные какие-то проблемы, прошу прощения заранее. Но, тем более, это будет интересно посмотреть вам. Сходите на всякий случай, вот на сайт, еще раз могу повторить, и вы получите массу впечатлений, потому что там хорошее озвучание, очень аккуратное, очень качественное. Вот этого человека, еще раз зовут, Джетэ Сингх. Вот этот вот ролик, вот здесь вот написано, «Шанхай Форелла». Называется, просто оцените просто, как это все грамотно сделано, хорошая, такая аккуратная, правильная работа. Вот, к вопросу о том, как это, собственно, все делается. То есть, в общем, моя мораль и мой, так сказать, манифест, который я вам хочу рассказать, сейчас еще раз донести, что для того, чтобы вы не заблуждались, что научившись монтировать, в смысле, научившись работать в программе «Премьер», вы сразу получите все необходимые представления о том, как монтировать. «Премьер» – это карандаш, это инструмент, да, это, собственно, тот инструмент, которым нужно уметь правильно двигать рукой. Что толку человеку, который не умеет рисовать, да, давать хороший, классный, качественный карандаш? Ну, он намалюет ерунду всякую, правильно? Вот здесь такая же история. То есть, безусловно, карандаш должен быть хороший, спору нету. И в этом смысле «Премьер» – это отличный карандаш, это супер-карандаш, который можно сделать очень многое. Но нужно, да, повторю, две вещи – это понимание того, как это делается и зачем это делается, да, в чем смысл вообще всего происходящего. И кроме этого, то есть помимо, да, вот этого, собственно, технического, скажем, знания, получается, что нам нужно понимать некоторые вот эти вот правила. И кроме того… Алексей, да, это очень верное, хорошее замечание. Суть, а тут ведь в чем как бы идея? Идея заключается ведь в том, что он не рассказывает какую-то историю, да, вот конкретно, что там жил-был какой-нибудь китаец, да, пошел там в магазин и что-то сделал, а он создает образ, он создает атмосферу. И вот здесь, может быть, стоит упомянуть еще один. Что-то у меня вот возник вопрос, я благодарен автору, который задал мне вопрос насчет терминов, потому что я вот сейчас рассказываю и сам начинаю обращать внимание, что действительно реально довольно много разных терминов существует, полезных для понимания, что такое монтаж. И вот смотрите, еще вам один термин и ответ на вопрос Алексея. Алексей, да, один из учеников Эйзенштейна когда-то в свое время выдвинул очень классную идею, которая формулировалась таким образом, что кино, кинематограф, ну и видео, безусловно, тоже в полной мере, это не отражение реальности, а это иллюзион. Иллюзион в том смысле, что на экране все происходит совсем не так, и вот этот самый язык, да, язык коммуникации, язык видеомонтажа, это совсем вещь другая, нежели то, что происходит вокруг нас в обычной повседневной жизни. Я уже сегодня одному из вас рассказывал это, но повторю для остальных, да. Вот представьте себе пример, перед нами проходит какая-то череда событий на экране, потом вдруг какой-то темный экран, допустим, ну днем дело происходит, потом темный экран, и мы видим, как люди сидят там вечером за столом и говорят, ух ты, было круто, классно, здорово, да. Нас же не удивляет, что нам не показали всю эту цепь событий от начала до конца, все эти там 6 часов, да, какого-то мероприятия. Для нас это само собой разумеющееся, правда? И вот в этом-то и суть этого самого видеоязыка и языка монтажа в том числе, что он не просто буквально рассказывает истории, а вот как совершенно верно заметил Алексей, суть событий скользает. Знаете почему? Потому что он хочет не события показать, а он хочет создать вот такое вот облако, да, облако ощущения, чтобы вы сидели и вот не фокусируясь ни на чем, как будто художник, знаете, с такими маленькими мазками, да, ведь так можно, согласитесь, уподобить это, правда? То есть такие маленькие отдельные мазочки, из которых постепенно, ближе к концу фильма, складывается какое-то вот настроение, даже не история, пересказать это словами, конечно, невозможно, правда? Но есть, возникает настроение, возникает ощущение. Вот что он пытается сделать, да. И, собственно, ролик только поэтому называется «Шанхай форева». То есть это такая вечная жизнь. Вы досмотрите его потом, я вам советую до конца, да, потому что действительно очень такая наглядная и очень интересная история, да, про то, как это все нужно монтировать. Вот такая вот штука. То есть получается, что действительно очень много аспектов, которые существуют, да, связанные с тем, как правильно монтировать. И вот здесь еще не случайно упоминаются 10 правил, потому что действительно существует 10... Ой, Юля, какие у вас хорошие вопросы. Сейчас еще отвечу. Да, это отличная история. Давненько не видел я про вопросы вообще упоминания фракталов Мандельброта. Это да, это круто. Прямо респект вам. Сейчас скажу обязательно. Не могу просто мимо такого вопроса пройти мимо. Так вот, я в данном случае про 10 правил монтажа. Действительно, существует 10 правил монтажа, которые говорят, что монтировать нужно по определенным принципам. То есть там, например, определенные крупности сочетаются с другими крупностями, ну, когда изображают, например, человека, а другие не сочетаются. Если у нас человек в кадре там смотрит и говорит там в одну сторону, нельзя сделать так, чтобы он в следующем кадре там смотрел в другую сторону. Если в одном кадре там кто-то идет слева направо, нельзя, чтобы человек в следующем кадре шел справа налево. То есть или там в одном кадре человек руку поднял, нельзя, чтобы в следующем кадре он уже стоял с опущенной рукой. То есть четкий такой набор некоторых принципов, которые нужно использовать при монтаже. Это тоже, понимаете, к программе никакого отношения не имеет. Это то, что изучается на других курсах. Вот сегодня как раз у нас начался курс, правда? Начался у нас курс по созданию фильма. И я вот, собственно, там начал рассказывать тоже про этот весь язык и про все эти концепции и про то, как это все устроено. И это все работает как один такой мощный, единый цельный механизм, цельный инструмент, я имею в виду. И съемка, и звук, и режиссура, и сценарная работа, и монтаж. Это все часть огромного процесса. В общем, то есть я вот все, что я сейчас говорю, должно вас нацеливать именно на вот это понимание такой более глобальной, что ли, миссии монтажа. Почему я вообще об этом так вот много подробно и занудно говорю? Потому что я знавал, и, к сожалению, по-прежнему иногда знаю людей, которые научились работать в программе «Премьер», в общем, даже вполне неплохо. Но дальше этого дела не пошло. Я вам могу рассказать одну забавную такую маленькую историю, а потом отвечу Юле на ее замечательный вопрос. История такая была. У меня, ко мне однажды обратилась девушка, говорит, знаете, научите меня, пожалуйста, монтажу. Я говорю, да нет проблем. Я говорю, а вы что делаете? Она говорит, ну, понимаете, у меня такие вот концепты, я вот там ухожу, снимаю, ну, такая, знаете, из блогеров, что называется. Я очень уважительно отношусь к блогерам, но здесь в данном случае есть такая легкая ирония, я это говорю. Так вот, она говорит, ну, я снимаю ролики, я снимаю концепты, я вот там вот хочу там сделать то, сё, пятое, десятое. Я говорю, ну, отлично, молодец, я вас научу работать в программе «Премьер». Она говорит, а вообще сложно в этой программе работать? Я говорю, да нет, не сложно, там вот, ну, подбирайте, значит, кусочки в зависимости от своей задачи, от своей концепции, дальше все это собираете, и, в общем, все получается. Она некоторое время думала в тишине, а потом она мне сказала, я запомнил эту фразу практически дословно. Она сказала, вы знаете, вы сейчас сказали такую странную фразу, из которой я могла бы подумать, вот вы сказали такую вещь, что вы сказали, монтируем видео, ну, в смысле фильм, исходя, ну, то есть, исходя, то есть, компонуя, исходя из замысла, да, исходя из вот того, что содержится в этих кусочках, да, то есть, не просто собираем, а вот с каким-то замыслом. Я говорю, ну, да, само собой, потому что есть вот правила монтажа, концепции монтажа, да, так сказать, стилей и так далее, тренды. И она задала мне потрясающий вопрос. Она говорит, а что еще вы об этом знаете? Понимаете, я как-то немножко растерялся, потому что, ну, потому что я об этом знаю много, гораздо, может быть, больше, чем просто про то, как склеивать кусочки. И, в общем, я ей начал рассказывать, так, ну, за 10 минут, в общем-то, и она ушла, она, в общем, девушка эта пропала, потому что она, видимо, поняла, что, то есть, для нее открылся новый мир, понимаете, она узнала, что монтаж – это не просто сборка отдельных маленьких кусочков, и была, видимо, очень расстроена. Ну вот, так что все это действительно дело непростое. Так вот, Юля, Юля читала, что можно, как и компьютерную графику, можно делать по принципам фракталов, самоповторения сцены звуков. Юля, не просто можно, но это считается большим искусством, это считается большим изыском, потому что помимо вот тех принципов, например, вот ритмического монтажа, да, который я рассказал, есть еще такой, например, еще одна концепция, я действительно об этом довольно много чего знаю, есть еще одна такая концепция, которая называется ассоциативный монтаж. Ассоциативный монтаж – это когда мы с вами включаем в монтаж отсылки к собственному монтажу, ну, например, условно говоря, в начале фильма у нас появляется изображение какой-нибудь статуи, да, и дальше по ходу фильма, причем непонятно, к чему оно появилось, да, и дальше по ходу фильма действие разворачивается, и опять эта статуя вдруг где-то возникает на каких-то словах, и ближе к концу фильма опять появляется изображение этой статуи, мы по-прежнему не очень понимаем, но вдруг в самом конце фильма главный герой, улыбаясь, там говорит, героиня, я уже начинаю сочинять прямо на ходу, он говорит, да, ты такая классная, жаль, что нам с тобой придется расстаться, я знал одну девушку, которую раньше любил, но потом она меня расстроила, и она превратилась в статую. И тут мы с ужасом зрители понимаем, что это на самом деле не статуя, а это девушка, и вот сейчас вот этой, с которой он говорит, ей грозит страшная опасность, ну, понятно, да, в общем, дальше можно уже фантазировать. Понимаете, Юля, о чем я? То есть, конечно, можно, разумеется, можно. Опять же, вопрос только в том, да, вот насколько это связано, да, вот с сюжетом, с замыслом, с той идеей, которую мы хотим выразить. Что там придумывать? Вспомните, например, замечательный фильм Тарковского, Тарковского, ну, этот самый Сталкер, если кто-то из вас помнит случайно, там есть же тоже повторяющиеся кадры, причем кадры повторяющиеся много раз, там, собака из черной, да, которая там в каких-то местах появляется, еще какие-то вещи. То есть, так же, как и в стихотворении, так же, как и в песне, да, так же, как и в любом произведении повторение, самоповторение, это творческий прием. И вот эти вот рефрены, да, так называемые, это все абсолютно полноценные инструменты, с помощью которых можно формировать определенные понятия, ощущения, создавать такую глубину невероятного восприятия. Будь у нас времени побольше, я бы вам еще, так сказать, много чего порассказываю. У меня есть, конечно, разные картинки и видео, которые можно про это говорить. Но раз уж я, так сказать, заявил, да, свою тему, как вот три самых важных слова, да, я бы, собственно, и хотел закончить вот это вот свое, так сказать, выступление. Если будет интересно, мы сейчас еще потом можем остаться и, так сказать, поговорить, поболтать на вопросы, поотвечать, но просто чтобы уж, да, уложиться в наш тайминг. Я все-таки хочу подвести итог и сказать, да, что на мой взгляд, для того, чтобы был действительно хороший, правильный и успешный монтаж, да, все должно укладываться в три ключевых понятия. Это, собственно, во-первых, технологии, да, то есть, вот, собственно, знание программы вне всякого сомнения, это очень важно. На коленках или в какой-нибудь бесплатной программулине, в общем, чего толком не сделаешь. Второе, что нужно понимать, это нужно понимать тренды, да, это нужно понимать вообще, как это все развивается, что сейчас, как нынче монтируют, как раньше монтировали. Можно стилизовать, кстати, за счет просто монтажа, да, кино, там, под 60-е годы, под, там, современность и так далее. Это все такие абсолютно работающие вещи. И третье понятие, это, собственно, вот тот самый язык, о котором я вам сейчас, да, говорил, и на который вы, мне кажется, и должны ориентироваться. Ну, что касается самого курса по премьеру, это действительно курс поможет узнать основные принципы. Это, как я уже сказал, карандаш, но, тем не менее, он довольно разнообразный, к нему есть подход. Обратите, пожалуйста, внимание, что у него есть два уровня. Первый, да, вот уровень, который скоро стартует, и второй уровень, который будет несколько попозже. Понятно, что, да, сейчас, Юля, отвечу вам, ага. Понятно, что он, так сказать, рассчитан на широкий круг людей, которые пытаются монтировать с нуля. Вот, ну, ничего, добро пожаловать. Если вопросы остались, давайте мы теперь их обсудим. Я хочу закончить нашу, так сказать, официальную часть нашего мероприятия, да, и сказать вам спасибо за внимание. Сейчас мы обсудим, если остались, да, еще те вопросы, которые вам будут нужны.